Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного Саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. Саянск отметил День Знаний. 546 юных горожан в нынешнем году впервые сели за парты. Для гимназистов 1 сентября стало двойным праздником. Школьники встретили его в отремонтированной школе. Молодая семья Алексея и Ирины Луниных из Саянска стала победителем всероссийского конкурса. 31 августа на конном дворике отметили День Святых Флора и Лавра, покровителей лошадей. Традиционно в День Знаний в нашем городе проводится парад первоклассников. Значимым это событие стало не только для ребят, которые в первый раз сядут за школьные парты, но и для родителей, бабушек и дедушек. И меня все поздравляют! Пожалуй, самое значимое событие для многих саянских семей. Их малыш стал совсем взрослым и пошел в первый класс. В этом году за парты саянских школ сядут 546 ребят, которые приняли участие в параде первоклассников. Я иду в первый класс, настроение у меня веселое. У меня настроение веселое, потому что я иду в первый класс. Я иду в школу учиться. Настроение у меня хорошее. Очень хорошее. Я буду учиться на одни пятерки. Я тоже буду учиться на одни пятерки. Не менее волнующим первый день сентября стал для родителей и, конечно, педагогов. В первый класс я иду сама вместе с ним, потому что переживания вместе с ним. Как бы первый класс. Будем учиться, стараться. Я учитель первого класса в шестой школе. На сегодняшний день у нас в классе 20 человек. Все очень радостные, красивые, пришли счастливые. Я своим детям желаю хорошей учебы, чтобы все у них получилось. И также родителям их желаю терпения, здоровья. Детство пробежит, не заметишь, а значит нужно запомнить дорогие лица и события. И запастись ими впрок, чтобы было чем согреться в трудные минуты. Конечно, школа-то здорово, новые друзья, увлечения, новые испытания и победы. И долгие годы взросления, которые непременно должны быть счастливыми. Сегодня наступил чудесный праздник. Где все соседи и друзья зовут вас в первых классниках. Первое сентября отметили и работники образования Саянска. Сегодня в этой сфере трудится почти 1300 человек. Более 700 из них непосредственно участвуют в образовательном процессе. Обеспеченность педагогическими кадрами в школах города составляет чуть более 95%. Структура муниципальной системы образования за прошедший учебный год не претерпела изменений и по-прежнему представлена семью, общеобразовательными учреждениями, десяти учреждениями дошкольного образования, одним учреждением дополнительного образования, Домом детского творчества, созвездия и Центром развития образования Саянска. Все образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования. Среднесписочная численность работников сферы образования Саянска в 2017 году составила 1274 человека, без учета внешних совместителей. Более 700 педагогических работников непосредственно осуществляют образовательный процесс. Обеспеченность кадрами составляет чуть более 95%. В общеобразовательных учреждениях работает 295 учителей. За два последних года их численность увеличилась на 14 человек. За последние три года в город Саянск прибыло 25 молодых специалистов. С прекрасным настроением в обновленную школу. 1 сентября для учеников гимназии стал значимым и памятным событием. И вновь здравствуй, любимая школа. Для Саянских гимназистов первый день осени ознаменовался, как двойной праздник. Свои двери открыла обновленная гимназия. С приветственной речью перед собравшимися выступил директор Андрей Телегин. В первую очередь, конечно, хочется поздравить главных героев этого дня, наших первоклассников. Мы сегодня с ними практически в одном состоянии души. Они пришли первый раз учиться в эту школу. А я начинаю работать в этой школе также первый раз для себя в качестве директора. Сегодня мы с вами вступим на порог обновленной, уютной и чистой школы. Чтобы управиться сроки, строителям пришлось постараться. Гимназия – единственное учебное заведение, в котором заменены на пластиковые все окна, отметил мэр города Олег Боровский. Напомним, по первоначальному проекту объем работ был запланирован на сумму 40 миллионов рублей. Работы были продолжены, их финансирование составило 29 миллионов. Изменения в школе продолжатся, будет приобретена школьная мебель. Строение у меня очень хорошее, в школу хочется, потому что как-то все лето не сильно хотелось, Вся последние две недели я вспомнила, что школа – это весело, школа – это друзья, это переменки, это волнение перед контрольными, это просто очень весело. Настроение очень радостное, мы долго ждали, когда отремонтируется школа. Сейчас видим, что, по крайней мере, холл весь белый, красивый. Мы нарядные, довольные, ждем 1 сентября. Учиться, учиться, еще раз учиться. Я бы не сказал, что у меня хорошее настроение. Чуть-чуть неохота в школу, не успели отдохнуть, но надо. Настроение очень хорошее, долго ждали открытия нашей школы, очень рады. Школа обновленная, нам нравится. Идем с хорошим настроением. В школу новую идем еще. 1 сентября долго ждали. Специалисты предприятий и организаций, принявших участие в становлении учебного учреждения, также активные родители были отмечены благодарственными письмами. Добрые слова прозвучали в адрес учеников и коллектива гимназии. Накануне начала учебного года лучших педагогов Саянска наградили. Им были вручены грамоты и благодарности мэра города и губернатора Иркутской области. Минувшие недели в канун начала учебного года за большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования и добросовестный труд пять лучших педагогов Саянска были награждены благодарностями и грамотами мэра города. Мы впереди трудная, тяжелая рабочая пора по воспитанию нашего подрастающего поколения. Хочу пожелать вам оптимизма, веры, удачных решений, удачных свершений, всего самого лучшего. За безупречный труд благодарностью губернатора Иркутской области была награждена Марина Мураенко, заместитель директора Дома детского творчества «Созвездие». Почетную грамоту губернатора региона со многолетний труд и высокий профессионализм вручили в этот день Татьяне Баранец, директору Пятой Саянской школы. К слову, вскоре в Саянске стартуют конкурсы профессионального мастерства педагогов на звание лучшего учителя и лучшего воспитателя. Призовой фонд конкурсов в нынешнем учебном году увеличится до 1 миллиона рублей, то есть каждый победитель получит по полмиллиона рублей премии. В рамках Ассамблеи Саянской общественности по вопросам образования прошло заседание научно-методического совета, на котором презентовали проект «Наставник 2.0». Суть проекта – добровольный подход к практике наставничества. В рамках Ассамблеи Саянской общественности по вопросам образования прошло заседание научно-методического совета. Тема его была необычной – это презентация проекта «Наставник 2.0». Суть проекта – принципиально новый подход к практике наставничества. Сейчас век стремительного развития технологий, на первый план выходят практики прямой передачи опыта от человека к человеку. В проблеме наставничества в нашей стране уделяется в последнее время огромное внимание. Инициатором решения этой проблемы выступил в первую очередь президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Наши молодые педагоги и наставники в прошедшем учебном году побывали на Сибирском федеральном округе в форум под проблемой наставничества. Приехав с этого форума, мы решили разработать новый инновационный проект под названием «Наставник 2.0» в нашей системе образования города Саянска. Основа проекта «Наставник 2.0» – добровольческое начало. По собственной инициативе педагоги, стажисты, мастера участвуют в этом проекте. По желаниям участвуют в проекте и молодые педагоги. Сегодня наставники свои идеи представляют молодым. Молодые выбирают те идеи, тех наставников, которые им по душе и то, что им интересно. И не обязательно наставник и молодой педагог должны быть работниками одного образовательного учреждения. Более того, у одного молодого педагога может быть 3-4 наставника из разных образовательных учреждений. Ну а кто-то из наставников свою идею представит и останется без молодого педагога. Такое тоже возможно. В результате люди будут общаться через уже созданный портал, будут встречаться и, соответственно, на территории образовательного учреждения или нашего центра. А в конце года вот те идеи, которые сегодня, значит, представят наставники, а молодые педагоги их возьмут, в конце года мы проведем большой очень салон, он будет называться салон подмастерьев, площадка подмастерьев, на которой уже молодые педагоги должны показать, как они в своей педагогической деятельности реализовали эти идеи. В последние годы в стране снизился интерес к наставничеству как к педагогической практике. Основной причиной этого является несоблюдение принципи добровольности, когда обучаемого прикрепляют к наставнику, и молодой педагог принужден таким образом перенимать опыт старшего коллеги. Такая организация педагогического наставничества снижает его эффективность. Я здесь являюсь добровольным наставником для молодых специалистов, и хочу поделиться с ними своими идеями в плане развития их ИКТ-компетенции, то есть работой с компьютерами, работой с сайтами, с ресурсами различными. Специалисты от центра создали в сети интернет-портал, где уже представлены кейсы опытных учителей с идеями. Итоги проекта будут представлены в апреле на площадке «Город-подмастерьев». По инициативе правительства Приангария и губернатора Сергея Левченко был принят законопроект о присвоении званий ветеран труда Иркутской области. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Теперь пенсионеры, которые имеют региональные награды и отработали в Иркутской области по 35-40 лет, получат звание ветеран труда Иркутской области и положенные по закону льготы. По инициативе правительства Приангария и губернатора Сергея Левченко был принят законопроект о присвоении звания ветеран труда Иркутской области. Документ принят в окончательном чтении. Он вступит в силу с 1 января 2019 года. Теперь пенсионеры, которые имеют региональные награды, почетные грамоты обкома комсомола, облсовпрофа, облисполкома, ударники коммунистического труда, отработавшие в области по 35-40 лет, заслуженно получат звание ветеран труда Иркутской области и положенные по закону льготы. Чтобы получить этот статус, необходимо соответствовать определенным критериям. Для того, чтобы его получить, необходимо быть, прежде всего, человеком пенсионного возраста. Второй момент. Надо отработать, чтобы общий стаж был у мужчин 40 лет, у женщин 35 лет. Третий момент. Чтобы обязательно стаж этот трудовой был подвязан к Иркутской области. То есть, не менее 17 лет в Иркутской области для мужчин, 15 лет для женщин. И последний критерий – это надо иметь обязательно поощрение награды регионального уровня, то бишь, либо это грамота почетная или благодарность законодательного собрания, либо губернатора Иркутской области. То, что для получения нового статуса, кроме стажа работы, требуются и региональные награды, существенно ограничивает число тех, кто его получит. Если в советское время ведомственные награды выдавались часто, то за последнюю пару десятилетий эта практика была утрачена. Достаточно много обращалось пенсионеров с такой просьбой, что они не имеют звания ветерана. При этом, как бы, и стаж большой, все замечательно. А вот в свое время награды не получили российского значения. За пять с половиной лет моей работы в Совете ветеранов, наверное, пять, а не, наверное, точно, пять всего человек наградили грамотами законодательного собрания и грамотами губернатора. Но все эти пять человек – ветераны Великой Отечественной войны. Меры социальной поддержки ветеранов труда Иркутской области предусматривают предоставление ежемесячной денежной выплаты 489 рублей, сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указаны лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, предоставление денежной компенсации 50% расходов на оплату коммунальных услуг, предоставление бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, предоставление бесплатного проезда на автомобильном транспорте, межмуниципальных маршрутов и предоставление оплаты в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Сейчас по всему Приангарию звание ветеран труда Иркутской области заслуживает порядка 3,5 тысяч человек. В настоящее время участковые избирательные комиссии готовятся к выборам депутатов законодательного собрания Иркутской области 3-го созыва. Напоминаем, что избиратель, который 9 сентября будет находиться не по месту постоянной регистрации, но в пределах Иркутской области, может подать заявление о включении его в список избирателей на любом удобном избирательном участке. 9 сентября жители Иркутской области выберут депутатов законодательного собрания региона. Многие избиратели в этот день будут находиться не по месту постоянной регистрации, но в пределах Иркутской области. Они после подачи соответствующего заявления смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке. При этом, напоминает избирком, учитываться будет только первое заявление. Для этого указывается не только дата, но и время оформления заявления. Все сведения о поданных избирателями заявлениях ежедневно носятся в государственную автоматизированную систему выборы. За неоднократное голосование на выборах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Участковая избирательная комиссия запрашивает информацию в территориальной комиссии, а территориальная уже отрабатывает по общему реестру списков, связывается с той комиссией. То есть, либо проверяет реестр, где этот человек зарегистрировался, то есть, на дату голосования, если это в случае того, что было подано заявление. Избиратель, фамилия которого не обнаружена в списках, все равно сможет проголосовать. Члены участковых избирательных комиссий ведут дополнительные списки избирателей. 31 августа. С древних времен отмечается День святых Флора и Лавра, покровителя лошадей. Последний летний день также считается и Днем почитания лошади. Минувшую пятницу праздник отметили на Саянском конном дворике. На Руси из святых мушников Флора и Лавра почитают как покровитель домашнего скота. Лошади на Руси являются новосельского хозяйства. Если что случилось с лошадью, то это означали огромные неприятности для семьи. Безусловно, это было одним из первых таких задач для любого крестьян, для любого земледельца, чтобы животные были здоровыми. И, безусловно, прибегали к помощи Божией, к заступничеству святых. И вот мученикам Флору и Лавру особенно молились на Руси именно в том, чтобы они, возвышая свой голос ко Господу, помогали животным выздоравливать и вообще пребывать здоровыми. Лошади – это красота, сила, грация. Они необыкновенно умные животные и верные друзья человека. Лошади вдохновляют художников, поэтов, лечат людей и, кроме того, по-настоящему прекрасные животные. Лошади нравятся за их характер, они очень красивые, с ними не особо легко найти общий язык, но с ними интересно общаться. То есть, когда ты общаешься с лошадью, ты не только учишь ее, но и чему-то учишься у лошади. То есть, ты учишься любить окружающий мир, учишься разговаривать с ними на их языке. То есть, с ними не сработает язык слов или еще чего-то. Ты учишься общаться жестами, своим телом. То есть, учишься владеть собой еще, тем не менее. По народной традиции, 31 августа, в день почитания лошади, на нашем Саянском конном дворике совершали церковные обряды. Хозяйки напекли печенье в форме подковы и угощали освященными лакомствами лошадей. После церемонии виновники торжества получили угощение. Муж шьет, вяжет и вышивает крестиком. А домовитая жена, мама троих детей, умница и красавица. Саянская молодая семья Алексея и Ирины Луниных стала победителем всероссийского конкурса. В гостях у дружного семейства побывала наша съемочная группа. Познакомились, можно сказать, и на дереве. А как на дереве? Ну, я на балконе была, он делал по своей работе там в проводах, в березах его не видно было. И завязался разговор между нами. Обменялись телефонами и все, и встретились. Ну, он меня там, может, как-то через листочки видел, а я его вообще не видела. Еще как-то... ну, он здесь вот березанно, как бы недалеко, но он на вышке был, на подъемнике провода делал. И все, и вот так мы познакомились. Спонтанная встреча, которая оказалась судьбоносной. Столько времени прошло, уже подросли дети, а будто вчера было и чувство, и волнение, и любовь. Глава семейства Алексей, будто кот матроскин, добрый, ответственный, рассудительный, шьет, вяжет, вышивает. Аккуратно, быстро и со знанием дела. Кстати, все костюмы к праздникам на конкурсы – дело рук Алексея. Без помощи супруги Ирины, конечно, не обходится, ведь мы все делаем вместе, делятся они, будто живем на одном дыхании. Мы на собрания вместе сейчас ходим, в школу, в сад. Даже детей утром водим вместе и забираем их вместе. Все время, каждый день у нас нет, чтобы, допустим, ну, бывает, конечно, что там кто-то или он увозит, или я, допустим. Но в основном мы вместе с ним приводим их и забираем в магазин вместе, домой в одни двери вместе, из дома вместе в одни двери. Гордятся супруги своей родословной, ведь Алексей – представитель древнего именитого рода. В этом году семья Луниных стала победителем областного конкурса «Почетная семья» и с успехом представила Аркутскую область на всероссийском конкурсе «Семья года», завоевав первое место. Всего в конкурсе столь высокого уровня приняли участие 329 семей, победители региональных этапов, и только 85 вышли в финал. В конце ноября дружное семейство отправится в Москву за заслуженными наградами. Праздник, посвященный началу учебного года, прошел в минувшие выходные на площадке некоммерческого партнерства «Саянцы.ру». В ходе программы были отмечены победители марафонов по сбору макулатуры и пластика, которые проходили в течение лета. В честь праздника 1 сентября досуговый центр «Муравейник» и некоммерческое партнерство «Саянцы.ру» организовали концерт для детей и их родителей. В первой части мероприятия ребята показывали красочные танцевальные номера. Все участники получали заряд энергии и положительных эмоций. Равнодушных не осталось. Сначала учебного года, чтобы не было так грустно ребятишкам, чтобы они понимали, что у них все впереди, и творчество впереди самое главное. Во второй части программы было вручение эко-велосипеда и эко-смартфона по итогам ежегодной акции по раздельному сбору мусора. В этом году энтузиазм, наверное, был не совсем такой, но все-таки выделились двое людей, которые, одна из них собрала почти тонну макулатуры и собрали около 200 килограммов пластика. Казалось бы, цифра 200 килограммов, да, ну какая ничтожная цифра, но носить они легкие. Принесет пакет полный, а он 900 граммов. Велосипед от компании эко-сип получила Юля Васильева. Смартфон за сбор пластика был вручен Элине Ульяновой. Мы это делаем для того, чтобы город наш, красивый наш город был чище, чтобы люди сознательно относились к тому, что очень важно перерабатывать вторсырье. Красивые, удобные и такие необходимые. Первоклассникам, которые занимаются в клубе по месту жительства «Вертикаль», были преподнесены подарки. Мероприятие прошло в рамках акции «Школьный портфель». Поздравить ребят с начала нового учебного года. Традиционно в преддверии Дня знаний в клубах по месту жительства города местным отделением партии «Дина Россия» проводится акция «Школьный портфель». Данная акция у нас проходит благодаря благотворительному фонду Юрия Тена. Именно он предоставляет нам эти портфели, которым мы радуем ребятишек. Ребятишки нас ждут каждый год. Они привыкли, то, что мы к ним приезжаем. Очень отрадно видеть их счастливые глаза. Красивые, удобные рюкзаки с набором письменных принадлежностей и тетради получили шестеро первоклассников микрорайона «Молодежный». Праздник, посвященный Дню знаний, состоялся в клубе по месту жительства «Вертикаль». Праздник прошел хорошо. Годы учебного мы готовы. Поздравляю всех с Днем знаний. Мне подарили розовый, он красивый, в нем много карманов. Виновники торжества не остались в долгу. Для собравшихся было организовано небольшое праздничное представление. Закончилось света. Пришел праздник знаний, учебный, отметок. Ребята, родители, учителя, с праздником вас поздравляем, друзья! Матч по футболу между Саянским с Киевом и Иркутским сервика состоялся на городском стадионе 2 сентября. Соревнования проходят в рамках чемпионата Иркутской области среди любительских команд. 2 сентября в рамках чемпионата Иркутской области среди любительских команд Саянская команда «Скиф» взяла верх над футболистами сервика города Иркутска. Игра заставила поволноваться болельщиков. В первом тайме команды сыграли с нулевым счетом. На второй минуте второго тайма счет открыл саянский игрок Содикжон Тунгун-Боев, забивший гол в ворота сервика. В середине тайма соперники отыгрались, но вскоре саянцы вновь оказались в лидерах. Точный удар в ворота противника нанес Евгений Каплин. И как бы иркутяне не старались изменить ситуацию, матч закончился со счетом 2-1 в пользу саянцев. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok